Привет подписчикам и всем, кто смотрит мои видео. Часто от автолюбителей можно услышать, что шланг или пачок лопнул от высокого давления. И чтобы это не произошло, и как можно защититься от этого, мы рассмотрим теорию об этом вопросе. Знание это сила. Знаешь, значит вооружен и защищен. Вопрос о давлении в системе охлаждения двигателя является достаточно частичным, так как проблемы с указанной системой или нарушением работы ее отдельных компонентов нередко приводят к перегреву двигателя, к разрыву патрубок, шлангов, радиатора, расширительного бачка и так далее. Если мы не знаем, как действовать в таких ситуациях, такая неполадка может привести очень к плачевным ситуациям. Итак, двигатели внутреннего сгорания являются тепловым механизмом. То есть, энергия сгорания топлива преобразуется в механическую работу. Что касается нагрева, двигатель нуждается в эффективном охлаждении. Температура двигателя должна быть в нужных пределах. Если двигатель холодный от упустимого значения, тогда расход топлива больше, коэффициент полезного действия меньше, то есть меньше мощности развивает двигатель, больше вредных выхлопов и множество отрицательных характеристик еще. Если двигатель горячий, допустимого значения, тогда детали могут перегреться. Созори между ними уменьшатся в результате температурного расширения. В том случае, когда силовой агрегат сильно перегрет, мотор попросту заклинивает. Для этого и существует система охлаждения жидкостью. В системе охлаждающая жидкость циркулирует под определенным давлением. И когда это нужна температура жидкости, то есть антифриза или тассола, регулируется с помощью вентилятора охлаждения. В зависимости от мотора и авто, у всех машин свои показатели рабочей температуры. Загляните в руководство и техническую документацию автомобилей и двигателей. Вы наглядно увидите, что температура действительно отличается у разных машин. Если вы знаете, какая рабочая температура вашего двигателя, пишите в комментах и не забудьте указать марку и год автомобиля. Одним существенным недостатком старых систем, отвечающих за охлаждение ТВС, была недостаточная герметичность. Современные охлаждающие жидкости, применяемые на автомобилях, обычно закипают на отметках 130-140 градусов по шкале Цельсия. С этим связан тот факт, что современные моторы очень редко могут закипеть. Хотя это все равно актуальная проблема для многих старых автомобилей и их двигателей, продолжающих эксплуатироваться еще. Так что пока от этой проблемы избавиться не удается. Примечательно то, что давление внутрь системы охлаждения создается не специально, а является результатом особенностей работы данной системы. Для поддержания нормального температурного баланса для двигателя важно не давление, а нормальная циркуляция охлаждительной жидкости по системе. Более того, герметичность и давление в системе позволяют повысить температуру кипения охлаждающей жидкости. Простыми словами, если при атмосферном давлении антифриз или вода закипит при 100 градусах по Цельсию, то с учетом повышенного давления точка кипения сдвигается в большую сторону, и антифриз начинает закипать после 110, 120 и 130 градусов Цельсия, в зависимости от давления в системе. При этом, избитки давления сбрасывает в атмосферу специальный клапан, который находится в крышке расширительного бачка или крышке радиатора. Обратите внимание, важно помнить, что от данного клапана и общей герметичности самой системы напрямую зависит ее работоспособность и эффективность охлаждения мотора. Еще одной функцией крышки бачка является выравнивание давления после того, как двигатель заглушен и антифриз начинает остывать. Уровень остывающей антифриза понижается. Во время остывания в закрытой системе неизбежно образуется разрежение. Это также приводит к проблемам. Чтобы выравнять давление клапан, крышка расширительного бачка открывается, и через него происходит обратный забор наружного количества воздуха. Итак, если в процессе эксплуатации было замечено, что антифриз выдавливает в каком-либо месте, частой причиной является избыточное давление в системе охлаждения двигателя. При этом, если явной течи антифриза нет, тогда диагностику необходимо начать с крышки расширительного бачка. Особенно часто проблемы с крышкой появляются таким образом, что антифриз или тасоль выдавливает из-под самой крышки. Также частой ситуацией является такое, когда в результате нарушения давления в системе срывают какие-либо патрубки или шланги. Как правило, нарушение керметичности по причине недостаточно затянутых хамутов на патрубках, трещины шлангов и патрубков и так далее, приводит к тому, что рабочее давление в системе охлаждения понижается, и антифриз начинает рано кипеть. То есть, она начинает кипеть примерно не на 120 градусов, а на 100 градусов Цельсия. И естественный процесс в системе охлаждения нарушен. Это часто сопровождается бурлением в расширительном бачке. Если же пробита прогладка КВЦ, трещины в самом блоке или колоке в блоке цилиндров, в таком случае газы из цилиндров попадают в систему охлаждения. Нередко происходит критическое повышение давления в системе, в результате чего давит тасоль или антифриз, а трубки или радиатор может попросту разорваться. В таком случае у нас часто будет пурлить и пропадать антифриз в расширительном бачке или в радиаторе. Чтобы проверить, причина в пробитом прокладке КВЦ или нет, есть у меня хорошее видео. Лучше всего продиагностировать систему с помощью химии, которая нам дает ответ на 100% пробита прокладка или нет. Ссылки на это видео оставлю ниже под видео. И смотрите обязательно. Также внизу будут ссылки на видео, где вы узнаете об особенностях крышек, как их проверить на работоспособность и еще многое. Думаю, все теперь поняли, для чего нужно давление и почему эзда без давления фактически невозможна. Теперь вы после этой информации будете знать, что если антифриз закипает или теряется, поиск причин нужно начать именно с крышки радиатора или с крышки расширительного бачка, в зависимости от конструкции автомобиля. Ну и в конце видео, кому эта информация была интересна, вставим палец вверх. Подписываемся на канал, жмем колокольчик и обязательно комментируем. Спасибо всем за внимание. Продолжение следует...